В принципе, какие бывают числа n с точки зрения 6? Число n бывает такое, 6k. Что еще бывает? 6k плюс 1, да? Плюс 2, плюс 3, плюс 4, да? Смотрите, чему равно в таком случае вот это целая часть поланка и чему равна целая часть n с точки зрения натрия? Ну, все понятно. Здесь будет 3k. Дальше идет 3k плюс 1 и 3k плюс 2. Так вот, смотрите, какая история. Здесь у нас будет 2k. Здесь тоже 2k. И здесь 2k. И здесь 2k плюс 1. Смотрите, какая история. Если мы доказываем, что kn больше или равно, чем n, то тогда мы знаем, что k с таким номером не меньше, чем каждое такое число, а k с таким номером не меньше, чем каждое такое. Замечательно. Когда вы умножите это на 2, а это на 3, то здесь будет 6k. Это замечательно. Здесь будет 6k, и 4k прибавляется. Тоже хорошо. Здесь 6k плюс 2, а здесь 6k. Единица прибавилась, и вот это место будет проблематично. Давайте дальше посмотрим. Здесь нормально. Здесь на 2 умножаем, тоже хорошо. Здесь на 2 умножаем. 6k плюс 4, а это тоже хорошо. 6k плюс, здесь плохо. В двух строчках будет проблема. Давайте доказывать, что kn больше или равно, чем n плюс 1. В таком случае, все сразу улучшается. Потому что здесь добавляем по единичке, но когда мы будем умножать на 2 и на 3, она увеличится, и все получится. Прибавлю по единице. Плюс 1, плюс 1. Здесь будет 3. Плюс 1, плюс 1, плюс 1. 2, 2, 2. Смотрите, господа, если умножаешь здесь на 2 и прибавляешь 1, то получаешь 6k плюс 3, 6k плюс 3, 6k плюс 5, 6k плюс 5, 6k плюс 7. Огромная числа, да? Здесь умножаешь на 3. 6k плюс 3, еще плюс 4. Здесь тоже, здесь тоже. Достаточно доказывать, что kn больше или равно, чем n плюс 1, и у вас доказательства совершенно замечательно проходят. Обратите внимание, ребята, это очень важное свойство математической лекции. Вовсе не в том, чтобы доказывать ровно, сколько вас просят. Очень часто грамотная формулировка предположения индукции позволяет решить задачу. Потому что, когда вы доказываете по индукции, вы переходите от n, кн плюс 1. И оказывается иногда, что вам полезно больше доказывать, потому что вы тогда можете больше пользоваться, и вам легче будет перейти. Доказывать, конечно, вам тоже нужно больше, но иногда то, что известно больше, оказывается очень полезно. Вот такая замечательная последствия. Она, что-то чисто учебная на этом, потому что замечательная задача, объясняющая такое вот свойство математической лекции. Иногда более сильное утверждение легче доказать, чем более слова. Продолжение следует...